Известная поговорка гласит, кому война, а кому и мать родна. И появилась она не случайно. С давних времен на любой войне, несмотря на гибель сотен, тысяч, а то и миллионов людей, всегда находились те, для кого война была выгодна. В современной России таких тоже немало. Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук. И сегодня разберемся, кто в России наибольшие бенефициары войны, то есть выгодополучатели. А мои собеседники – эксперт Института будущего, аналитик Игорь Тышкевич и российский политолог Дмитрий Орешкин. А для начала выясним, кто в России благодаря войне усилил свои позиции. Кто в России наиболее выигрывает от продолжения войны? Есть несколько групп. Первое – это политические деятели, то есть те, кто получает определенный политический бонус на фоне войны. Второе – это чистая экономика. Третье – условно говоря, экономика, я имею в виду финансы, просто прибыль. Третье – это развитие бизнеса, инвестиций и так далее. Поэтому и для каждой из таких групп есть свои плюсы, свои минусы. А кто главные получатели политических выгод от войны? Главной выгоды приобретатель, конечно, сам Путин. Тут дело в том, что есть некоторые интуитивные представления о том, как устроен мир и как он должен быть устроен. И есть то, что называется эмпирические данные, наблюдение над реальностью. Так вот, эмпирические данные говорят, что автократы, люди, которые захватили власть, от войны выигрывают. Война консолидирует общество, война создает иллюзию, что ты или здесь, или там, черно-белая картинка мира. Отказываться от своей страны, от своего трудного, потому что страна начинает ассоциироваться с начальником. Значит, не поддерживаешь начальника, не поддерживаешь страну. И в этом смысле политические выгоды приобретатель, конечно, Владимир Владимирович Путин. И причем это довольно надолго. Довольно надолго. Годами измеряется такой всплеск виртуальной поддержки. Плюс к этому маргиналы, которые на волне войны взлетают ближе к источникам денег, славы, политической карьеры. Ну, понятное дело, прикожа. Кто бы он был такой, ну, лакей путинский, ну, более-менее успешный опричник. А теперь он чуть ли не национальный герой. Среди тех людей, которые как раз вот, можно назвать, турбопатриотами. Просто поскольку остальные в войне не очень, как это ни странно прозвучит, усердствуют. Их место, ну, для этого специально, чтобы других устыдить или запустить им на поле конкурента, Путин пригоженно и выпустил свободный полет. Плюс, конечно, ну, такие люди, как Кадыров, потому что Кадыров на этом фоне усиливает свои собственные позиции, усиливает свою персональную армию. Она же ему подчиняется, по сути дела. Усиливает и увеличивает свою известность. Ну, конечно, еще медийные элиты. Вот те, кто совершенно до ультразвука довели уже эту риторику, они тоже получают пенку от варенья, которую варит Путин, от кровавого варенья, и тоже зарабатывают. В условиях, когда в России закручиваются гайки, кто, на ваш взгляд, из силовиков наиболее усилился? Пока что я бы советовал присмотреться к такому персонажу, как Золотов. Потому что мы привыкли следить за конфликтами пригоженно, военного руководства и так далее. Но давайте обратим внимание на одну вещь. То есть, если мы говорим о господине Золотове, то он примерно с августа прошлого года, с 22-го, он исчез из публичного поля. Но если мы посмотрим российские медиа, то, как они освещают так называемый героизм отдельных подразделений, то даже Харьковская, как русские говорят, перегруппировка. Давайте вспомним Боиза Балаклеева. То есть, и у так называемых военкоров, и у журналистов, то есть, армейские подразделения, это были те, кто бежит, и были героические подразделения Росгвардии и некий БАРС. БАРС – это что-то типа российская попытка создать нечто среднее между Добробатами и ЧВК. То есть, те, кого набирают вне армии. Таких батальонов, их поставим на сегодня следующий бассейн, 26 или 27, но они в оперативном подчинении у Золотова. Получается, Золотов сам уходит от конфликта, но при этом он героизирует, подразделения, которые переданы ему, либо находятся под его командованием. Соответственно, на следующем этапе получается, что независимо от результата войны в Украине, он командующий войсками, которые якобы хорошо себя проявили, вот остальные подвели. Ну и плюс его роль в усмирении внутри Российской Федерации. Она возрастет, то есть после войны. Как раз таки Росгвардия – это в первую очередь задача внутри России. А кто укрепился из менее публичных персонажей? Усиливается группа так называемых технократов, группа Грефа Кириенко, потому что они и так выстраивали достаточно мощную структуру и систему подготовки кадров. Тут надо признать, что они оказались эффективными, потому что они, начиная от конкурсов с детьми, и заканчивая так называемыми школами губернаторов, школами министров. То есть у них цельная система от общественных организаций до Российской Академии Народного Хозяйства и Госуправления, которую они взяли под контроль в ноябре прошлого года. И чтобы было понятно, вот буквально неделю назад, точнее, с отставкой губернатора УСА и приходом нового назначенца, это был 50-й выпускник школы губернаторов, который курируется Грефом Кириенко, который руководит комиссаров, поставлено руководить российскими регионами. Чтобы понимать масштаб, в России, вот с учетом оккупированных территорий, то, что Кремль считает своим, они говорят, что у них 89 субъектов федерации. 50 сейчас контролирует одна группа. Одна единственная. Мы все чаще слышим роптания в рядах российской элиты рангом пониже. Они хоть что-нибудь от Путина получили? И являются ли они еще элитой? Так скажем, бывшие лидеры, бывшие представители элиты, российской, они скорее проигрывают. Поэтому, как это ни странно, я бы сказал, что большая часть элитных граждан в России настроена антивоенно. И даже антипутинским. Ну, вот эти, которые вы наверняка слышали, все эти разговоры, которые сливаются, это частный случай. Могу сказать, что по моим наблюдениям, там, ряд влиятельных людей ищут какие-то альтернативы. Ну, на моем конкретном случае. Вдруг, там, 20 лет со мной некоторые товарищи не связывались, и вдруг у них появляется интерес, значит, а что думаешь, а как делать и так далее. Они понимают, что они как-то дезориентированы. Тот мир, в котором они жили, рушится, и они хотят посмотреть другими глазами. Поэтому, да, явно чувствую, что некоторые ищут контакт. Но что им Путин предложил? Он нам предложил жизнь. Как бандиты на дороге предлагают. Кошелек в обмен на жизнь. Значит, логика простая. У человека, там, миллиарды есть. У некоторых даже миллиарды долларов. К ним приходят люди с погоной и говорят, ты же гражданин, гражданин. Ты же на ниточке висишь. Ну, прямо так не говорят, но дают понять. Ну, да, на ниточке. Значит, ну, давай развязывай веревку, высыпай из мешка. Что у тебя там? Сколько у тебя там? Пять сольда золотых или пять миллиардов сольда. И этот человек, тяжело вздыхая и рукавом утирая слезы, развязывает мешок и достает оттуда все нажитое непосильным трудом. Ему четверть или половину оставляют. И в этом смысле он продолжает существовать. Ему хватает на завтрак с осетряной, да, или там с какой-нибудь черной икрой. Не в этом дело. На завтрак хватает и у среднего миллионера. Жалкого миллионера. А миллиардер, ну, да, значительную часть отберут. Но если он будет упираться, он отберут все, из страны вышибут. И он, ну, сколько народу где-то там пристраивается сейчас уже на птичьих правах с очень большими деньгами. Имеют проблемы. Серьезные проблемы. Поэтому он их не покупает. Он их запугивает. И они, конечно, потеряют гораздо больше, чем имели. Но Путин, и это, опять же, характерно для всех авторитарных режимов, предусмотрительно отобрал у всех более или менее независимых от него людей любые средства воздействия. В нормальной ситуации влиятельные люди, богатые люди могли бы влиять на прессу, на депутатов парламента или коррупционным методом, или каким-то еще методом поддержки политической деятельности, финансовой поддержки. Как-то они могли договариваться. При Путине это все исключено. Можно ли считать выгодополучателями от войны контрактников в армии и их семьи? Ну да, у них там удвоенная пайка получается. А ничего лучше они в своей жизни, пожалуй, представить не могли. Ну, для некоторых это действительно, особенно для уголовников, это что-то вроде социального лифта. Или ты сидишь там 8 лет, или ты полгода, может быть, год, в зависимости от того, как там судьба распорядится, убиваешь близких. И если повезет, если ты человек фартовый, то твой срок кончился. Это, конечно, для уголовника выгода приобретения. Тем более, что деньги платят еще что-то. Но еще хуже, что для людей, которые в тюрьме не сидят. Это тоже, их тоже в некотором смысле покупают. И здесь два резона. Значит, поскольку в основном черпают военных вот этих контрактников, не из продвинутых территорий, Россия географически очень внутри себя неоднородна. Для москвича вот эта армейская зарплата, там стоили с чем-то еще тысяч рублей, ну, полторы-две тысячи евро. Это не пряник. Это не пряник. Это рутинная процедура. А для человека, который живет в Бурятии или в Дагестане, или в Тыве, или еще в каких-то, в том числе и русских, не обязательно национальных окраинах, например, там в какой-нибудь Костромской области. Это очень серьезные деньги. И главное, что это выход. Потому что ты живешь в своем городишке, где там 12 тысяч населения. Никаких перспектив нет. Городишко стагнирует. А у тебя там, например, дети. А у тебя там, тебе хотелось бы купить машину. И человек идет за эти деньги служить. Естественно, в надежде, что он же умный. Он же, наверное, там приспособится. Он не позволит себя убить. Да, ему так кажется. Ну, все люди так устроены. Пока жив человек, жива надежда. Ну, и они там что-то зарабатывают. Для многих это карьера. А это еще советская традиция. Частную карьеру делать как-то люди не привыкли. Привыкли работать на государство. С советских времен. А государство им предлагает вот такой вот контракт. Ну, а если там кого-то убьют, то опять же вопрос. Тут, ну да, что делать? Война есть война. Поплачет, успокоится. А получить там свои 6 или 8 миллионов рублей никто не забудет. В 2014 году, после начала войны против Украины, Путин обратился к российским бизнесменам, призвав их перевезти все свои активы назад в Россию, пообещав компенсировать издержки. 8 лет спустя Путин уже никому не обращался, а просто поставил всех перед фактом. Кто не с ним, тот против. Со всеми вытекающими последствиями. Так кому теперь в России удается зарабатывать на войне? Благодаря Путину. Когда в 2022 году российский рынок стали массово покидать зарубежные компании, Путин обещал, что освободившиеся ниши займут российские производители и хорошо на этом заработают. Как произошло на самом деле? Основной выгодополучатель Китай, который проводит фактически замещение товарных групп, целых товарных групп, и привязывает российскую экономику к своей. То есть фактически то, что делает так, чтобы для России было невозможно отказываться от партнерства с Китаем. Причем эти Китай, ну скажем так, более мощный партнер. При этом, вот например, есть информация, что периодически простаивают, например, производство, заводы по производству, там холодильников, стиральных машин и так далее, потому что есть более дешевый китайский импорт, который оказывает давление. То есть Китай постепенно, он входит на освободившиеся рынки на автомобильный рынок, рынок товаро-бытового назначения, частично на рынок бытовой химии и так далее. Поэтому в данном случае идет замещение китайскими компаниями. Являются ли выгодополучателями те, кто выкупил имущество западных компаний по бросовой цене? Ну видите ли, тут ведь процесс двусторонний. Да, можно занять нишу Макдональдса. Но ведь, видите ли, во-первых, Макдональдс, который был в Москве и в других городах, он официально принадлежал канадскому Макдональдсу, а хозяйствовал им некий выходец из Чечни в Россию. То есть на самом-то деле это в значительной степени пережиток ментальной столетней давности, когда вот это чужой бизнес, а это не чужой бизнес. Какая разница, как фамилия у директора фабрики, если она расположена в Калужской области, платят налоги в российский бюджет, производят продукты для российского потребителя. Выгода для соседей заключается в том, что приезжают люди, находят здесь себе менеджерские места, потому что они имеют западный опыт управления, и покупают продукцию, произведенную в Германии. Например, если вы в России собираете какой-нибудь Volkswagen, он же собирается из немецких деталей, значит, сильное расширение рынка сбыта. Берем теперь ситуацию с изгнанием. У Германии, в России было до войны 6 тысяч совместных предприятий, крупных, мелких, там производили оконные рамы, производили автомобили, производили строительные работы, вели и так далее. Хорошего немецкого качества. Теперь их изгнали. Их место заняла, ну скажем, какая-то прослойка менеджеров, более или менее эффективных, из местных. Отлично. А детали? Из чего вы будете собирать Volkswagen, даже если у вас хорошие русские патриотические менеджеры? Из сосны вытачивать далеко не уедешь. То же самое с производством окон. И то же самое и с Макдональдсом. Ну да, поменяли фамилии тех, у кого, тех, кто им руководил. Поменяли название там, вкусная точка, так что ли это называется. Но контроль за качеством продуктов и, что очень важно, рынок сбыта. Контроль за качеством продуктов падает, а рынок сбыта сокращается, потому что у людей поменьше денег. Соответственно, экспансия в регионы становится менее оправданной. Просто люди... Не то, чтобы они обнищали. Это было бы слишком сильно сказано. Но они понимают, что денег у них меньше. Поэтому они лучше дома поджарят конкрету потешевле, чем пройдут в этот самый Макдональдс. Так что, может быть, кто-то себе расширил бизнес, но при этом в среднесрочной перспективе, тем более долгосрочной, он теряет перспективы для развития этого бизнеса. Так что да, кому-то подарили. Ну, кто-то сделал карьерный скачок, пересел из одного кресла в другое. Но так в широком смысле слова для страны это скорее в минус, чем в плюс. Просто это в долгосрочную. Это не сразу проявляется. В данном случае этих людей пока не считаю выгодополучательным, потому что сумели ли они сработать. То есть это стало для них обузой и мертвым ресурсом. Либо это стало ресурсом, который приносит доход и влияние. Это будет видно через год по состоянию на сегодня. То есть, смотри, с момента, когда ты получаешь в управлении актив, даже в мирное, спокойное время, когда у тебя нет санкций, давления, то есть для того, чтобы понять, насколько бизнес может дальше развиваться и стать прибыльным, нужен примерно год. Через год ты понимаешь. Если у тебя хорошо отстроены бизнес-процессы, мало конкурентов, через год ты уже прибыльный. Но, как правило, через год понимают, что это может стать прибыльным. На второй, третий год выходят на ноль либо плюс. Сейчас санкции, война, непонятно, что с рынками сбыта, давление китайского рынка и непонятно, что с технологической базой. То есть, ты получил необходимые технологии или нет. Даже, допустим, что они все это повыкупали, вот процесс, допустим, что он завершен, то есть до 2023 года все уже разделили. Но мы имеем в таком случае, 2023 год, чтобы понять, что с этим делать, он будет либо прибыльным, либо нет. 2024, когда уже будет понятно для тех, кто стартовал. Поэтому пока что говорить о таких выгодополучателях, ну, я бы воздержался. Несмотря на санкции, России удалось нарастить продажу нефти. Российский бюджет от этого выиграл. Роснефть, она усиливает свое присутствие в Африке. И так называемый серый флот Роснефти, который перевозит российские нефтепродукты на экспорт, он как раз-таки оформлен на дочерние структуры. То есть, получается, что финансово, по большому счету, люди в окружении Сечина либо Лег Первого, ну, не слишком потеряли, они даже, возможно, делают деньги из воздуха. Российский бюджет не это получает. Есть ли нефть подсанкционная? То есть, издержки внутри России, то есть, поднять нефть, отправить в порт, они остаются. Далее мы имеем так называемый серый флот, то есть, флот посредников. Это те, кто перевозит. То есть, соответственно, логистика серого флота, поскольку там другая страховка либо не страховка, то есть, от порта до потребителя, она стоит дороже. Это значит, что эти деньги уже идут себе с том, если они не попадают в бюджет. Ну, плюс, прибыли, естественно, эти компании оставляют себе, с учетом, в том числе, процентов за риск. И есть еще фирмы, которые, на самом деле, отбеляют эту нефть, то есть, являются компаниями-посредниками, потому что нефть формально, например, из России окружается в адрес какой-нибудь либо российского СП, либо какой-нибудь там, не знаю, фирмы зарегистрированы на островах там условно Тихого океана, и потом она уже проходит эта юрисдикция чистка, что якобы она добыта там, и эта нефть уже продается на внешних рынках. Естественно, такая фирма-посредник, такая прокладка, она тоже забирает свой процент. То есть, само собой, потому что бюджет попадает меньше, вот при той же самой цене. Предприятия военно-промышленного комплекса России получили огромные госзаказы. Они в шоколаде? Кто явный выгодополучатель, ну, по большому счету группа Чемис, то есть, это российский оборонный промышленный комплекс. И тут вопрос не только, не столько в прямых доходах, сколько в решении ряда инфраструктурных и, я бы сказал, даже демографических проблем. Потому что больше денег в оборонку, это означает, что для предприятий российского ВПК есть необходимость, ну, среди прочего, искать кадры. И сейчас сразу несколько государственных программ, они сверлись к тому, чтобы поддерживать этот процесс, потому что ключевые российские заводы, они не то, что перешли на трехсменку, они ведут активный рекрутинг по всей России. И под их нужды свели ряд национальных проектов, там, и военная ипотека, и доступное жилье, и так далее. То есть, словно говоря, когда человек переманивают, то его, как правило, переманивают, в том числе, перспектива получения жилья. И таким образом эти компании, которые чувствовали дефицит кадров, они, в принципе, получили определенное облегчение, поскольку люди квалифицированные не берутся из воздуха, но их можно переманить с других предприятий, назовем это так. То есть, да, естественно, в данном случае получается, что определенные пробелы в своем развитии, либо определенной тонкости, они закрывают. Ну, плюс сами деньги и так далее. То есть, это естественно. Понятно, что Уралвагонзавод, главный в России завод по производству танков, называется, естественно, вагон, производит, естественно, танки. Во времена, когда Россия развивалась нормальным, с моей точки зрения, трендом, то есть, становилась европейской страной, производила то, что людям нужно, автомобили, телефоны, компьютеры, что ориентируясь на платежеспособность спроса населения, то тогда вот этот Уралвагонзавод сосал лаку, назовем вещь своими именами, потому что, ну, танки были не так уж, чтобы очень хороши, их не так уж, чтобы очень хорошо покупали на мировом рынке, а ресурсы, там, сталь, прочие материалы, шли скорее в те сектора, которые развивались полежащим образом, в том числе жилищное строительство, а сейчас Уралвагонзавод работает в три смена, собирают тех людей, которые раньше ушли, потому что нужно старички, даже если они квалифицированные рабочие руки, и они тоже аплодируют, они тоже очень довольны. Если попробовать обобщить, то во что, по сути, превращается Россия? Ну, вот такой создается специфический мирок, замкнутый, в котором в тюрьме своя система ценностей. И, да, если там наша тюрьма пошла грабить соседний городок, то отлично, значит, мы молодцы, мы же вон сколько там водки добыли, еще чего-то. Значит, тот, кто нас повел, молодец. А то, что произошла глубинная внутренняя деградация всего, по всем направлениям, этого люди не сознают, потому что они находятся внутри этого кокона информационного. Ну, действительно, как в тюрьме, там есть свои уважаемые люди, свои презираемые люди, своя стратификация, свои выгоды приобретатели. Другой вопрос, что нормальному человеку туда не захочется идти даже на место пахана. А вот ненормальным людям лучше быть паханом в зоне, чем рядовым, в общем-то, сереньким довольно персонажем в конкурентном мире. Они создали свой собственный мир, и вот в нем, да, есть некоторая группа выгодоприобретателей. Грубо говоря, это паханы и те, кто взаимодействует, если мы имеем в виду красную зону, и те, кто взаимодействует с руководством, активисты, так называемые. Вот это, по-моему, аналогия довольно справедливая. Итак, делаем выводы. Война выделила в России две группы интересантов. Одни получили политические или карьерные бонусы, другие вполне материальные. Но если присмотреться, то все эти выгоды либо локальные, либо временные. Сравнительно небольшая группа коррупционеров, олигархов, силовиков, пропагандистов, спекулянтов и популистов изо всех сил пытаются урвать кусок побольше, пока есть такая возможность. Ведь никто не знает, сколько эта возможность у них еще будет. Все эти караеды подтачивают Россию изнутри, оставляя забросским фасадом одну труху. И вся эта конструкция может завалиться в любой момент. С вами был Константин Игначук. Всего доброго.